Всем привет! Если вы меня сейчас слышите, это значит только одно, что вы со мной на правильном канале, где прямо сейчас я вам расскажу очень много интересной информации из жизни известных людей. Она навсегда запомнится как Лиза Бричкина, смышленая сибирячка из культового Азори, здесь тихие. Однако на счету актрисы более 50 ковролей, профессиональное увлечение политикой и насыщенная личная жизнь. Елена родилась в семье кадрового офицера и учительницы истории в городке под названием Уральск в Казахстане. Военного перебрасывали из города в город, из Казахстана семья переехала в Уфу, оттуда в Ленинградскую область, где сменила несколько пригородов. Сильным потрясением для Елены стала смерть отца. Он умер, когда будущей актрисе было только 16. После школы Елена легко поступила в Ленинградский институт культуры на режиссерское отделение. Получив диплом, она отправила штурмовать второй вуз ЛГИТМИК, который закончила через 4 года с красным дипломом. Талантливая выпускница немедленно была приглашена работать в Ленфильм. Приглашение способствовало яркий кинодебют на последнем курсе Азори, здесь тихие. Ростоцкого и роль Лизы Бричкиной стали ее первым выходом на широкий экран. В следующие несколько лет она снималась регулярно. Каждый год с ее именем в титрах выходили 3-4 проекта. Только вот главных ролей не предлагали. Все эпизоды и второстепенные героини. Своей следующей большой роли Дропека дождалась лишь в 1976 году. Елене довелось воплотить еще одну трагическую судьбу. На этот раз ее гердиней стала детдомовка Ольга Муромцева в киноленте «Без отцовщина». За глубокую проникновенную игру актриса была награждена премией ленинского комсомола. На ее счету много фильмов, входящих в золотую обойму советского и российского кинематографа. Вечный зов, полынь трава горькая, одиноким представляется общежитие, окно в Париж, снятые в начале 90-х совместно с французами. Однако именно в 90-е Елена стала все больше интересоваться политикой. Ее увлекала политическая работа. Возможно быть причастной к руководству страной, а работать на благо народа. По словам бывшего супруга, когда в начале 90-х Елена исполнила свою мечту и наконец стала заниматься политикой, на второй план отодвинулся и муж, и маленькая Настя, единственная дочь Дропега. А сама актриса признается, что получила удовольствие от того, что может реально помочь людям. В середине 80-х она входила в состав актеров, работающих в горячих точках. Ездила в Афганистан и в Чечню. Как говорит сама Елена Григорьевна, не боевой дух поднимать, а чтобы после боя вернуть человека в нормальное человеческое состояние. В конце 80-х она была занята в ЦК профсоюзов работников культуры. За честное исполнение обязанностей в начале 90-х Елену Григорьевну назначают министром культуры в Санкт-Петербурге. Впервые она вышла замуж в студенчестве. Ту историю никому не рассказывать с улыбкой, называя ее ошибкой молодости. Прожили вместе студенты совсем недолго. А вот во второй раз Елена вышла замуж по большой любви, когда на совместных гастролях познакомилась с Олегом Беловым. Сразу положила на него глаз. Ей было 30, ему почти 45, когда влюбленные поженились. Скоро на свет появилась их единственная дочь Настя. Через 6 лет родители развелись. Елена Григорьевна не называет причин. Сейчас общая дочь Белова и Дропека, известная в Питере радиоведущая, носит мамину знаменитую фамилию. Теперь Дропека депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия». О последнем браке Елены известно совсем мало. Вроде бы супруг тоже был политиком, вот только представлял другую партию. Поговаривает из-за политических взглядов. Она развелась и в третий раз. Последняя киноработа Дропека датируется 2014 годом. Она снялась в ленте «Шаманка». Актриса говорит, что хотела бы продолжать сниматься в кино. А вот в театре пока не заговаривать, в театре пока даже заговаривать боится. Разве хватит на все времени? Ну что же, на этом у меня все. Более детальной информации есть на нашем сайте. Так что подписывайтесь, раскидывайте это видео вашим друзьям и близким. И конечно же ставьте лайки. Не забудьте нажать на колокольчик. Всего вам самого хорошего. Услышимся.